У научной печати каждый месяц появляется сообщение об открытии нескольких новых динозавров. Всего за год описывается где-то порядка сотни новых динозавров, и, как правило, эти находки происходят из Америки, из Азии, из Китая, из других стран, и почти никогда не появляются сообщения об находках динозавров в России. Почему так происходит? Казалось бы, это не очень логично, потому что наша страна еще достаточно большая, занимает одну седьмую часть суши. Неужели здесь никогда не жили динозавры? С чем это связано? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала познакомиться с тем, как вообще ученым достаются вот эти находки динозавров. Но, во-первых, чтобы найти их в России, нужно выяснить, жили ли они там вообще. Вопрос этот не очень тривиальный. Например, если вы захотите найти кости броненосцев ископаемых, в России вы никогда не найдете и в Азии, потому что они жили только в Америке. То есть животные могли быть ограничены в своем распространении какой-то одной территории. К счастью, к динозаврам это не относится, потому что динозавры жили везде, на всех континентах, включая Антарктиду. Но некоторые группы динозавров были ограничены в своем распространении. Например, меловые хищные динозавры, семейство обелизавриды, жили только в Гондване, то есть у нас в Азии и в России вы их никогда не найдете, даже при большом желании. То есть с этим вопросом ясно, динозавры у нас очевидно жили. Чтобы достаться ученым этого недостаточно, надо еще чтобы они попали в геологическую летопись. Как они попадают в геологическую летопись? Вся территория суши можно разделить на две области. Это область сноса и область осадка накопления. Возвышенные части относятся к сносу, а все низины, где текут реки и прибрежные части морей, там накапливаются осадки и кости должны попасть в эти осадки, чтобы попасть в геологическую летопись. Область сноса, она представляет собой очень небольшую часть. И фактически все, что мы знаем об эволюции жизни, это касается тех животных, которые жили вблизи этих областей сноса. Мы ничего не знаем, об эволюции животных, которые жили в горных областях. Возможно, там динозавры когда-то жили, но поскольку там летопись не писалась, мы никогда не узнаем. Если посмотреть на историю территории России, то большую часть мезозоя, европейская часть России, была покрыта морем. И в разные времена мезозоя большая часть Сибири тоже была покрыта морем. То есть примерно треть территории выпадает из области распространения динозавров, потому что они не жили в море. Остается где-то две трети, где они могли жить. Кроме того, чтобы попасть в геологическую летопись, надо еще, чтобы эти отложения с костями динозавров вышли на земную поверхность и были доступны ученым. Здесь России повезло еще меньше, потому что огромная часть нашей территории покрыта лесами. Основные находки динозавров происходят из Северной Америки, там из так называемых Badlands. Это плохие земли для сельского хозяйства, но очень хорошие для палеонтологов, потому что там обнажены полностью мезозоевские породы, и там как раз встречается огромное количество костей динозавров. Ну и третий фактор, нужно, чтобы были специалисты, которые смогли бы изучать этих динозавров. Когда обнажается скелет динозавра в каком-то обнажении, это значит, что он уничтожается, начал уничтожаться, и через каких-то 2-3 года он уже полностью уничтожит сирозий, то есть его надо вовремя найти и вовремя раскопать. То есть должны быть интенсивные планомерные поиски этих динозавров. Вот с этим у нас еще хуже всего со специалистами. Если, скажем, в Северной Америке, США и в Канаде около сотни специалистов по динозаврам, в Китае несколько десятков, в России их меньше пяти ныне действующих, хоть тех, кто хоть как-нибудь занимался динозаврами. То есть, видимо, факторы против нас все работают. Но, тем не менее, динозавры в России есть. Динозавры появились в триасовом периоде, в самом начале Мезозойской эры, но у нас триасовых динозавров нет, поскольку нет отложения этого возраста в России. Самые первые динозавры, которые известны в России, они относятся к юрскому периоду, а именно к среднему времени. Это байовский ярус, примерно 160 с чем-то миллионов лет. И эти динозавры известны из Подмосковья, есть в Коломенском районе, карьер пески, и вот там найдены зубы древнейших российских динозавров, это хищные динозавры. Но, к сожалению, кроме зубов там ничего не известно, и карьер это сейчас местонахождение недоступно для изучения. Следующее, более богатое местонахождение юрских динозавров находится в Сибири, в Красноярском крае, так называемый Березовский карьер, около города Шарипова. Там первой кости динозавров нашел местный краевед Сергей Анатольевич Краснолуцкий в 2000 году, и с тех пор там было несколько лет работала наша экспедиция, и оттуда известна достаточно богатая фауна динозавров. Доминировали там растительные динозавры и стегозавры, в частности, был раскопан части двух скелетов, из них собрали один скелет, и этот скелет выставлен сейчас в Красноярском музее. Это первый и пока единственный скелет юрского динозавра в России. Кроме стегозавров, там были гигантские завроподы из группы маменхизавров. Маменхизавры характеризуются тем, что у них была очень длинная шея, и они достигали огромных размеров до 30 метров, но от них пока найдены только зубы. По зубам известны еще там другие травоядные динозавры, так называемые гетеродонтозавры. Они интересны тем, что у них было разное зубление в передней и задней части челюстей, но от них тоже известны только зубы. Но самая интересная находка в Красноярском крае это хищный динозавр Келеск, он относится к эволюционной линии тираннозавров, всем известный Терекс, который жил в самом конце Позднего Мела, а вот это самые древнейшие его предки, которые жили в Средней Юре. Следующее местонахождение это, так называемая, колба Кры в Туве, там еще в 50-е годы находили кости динозавров, но потом об этой находке забыли, и недавно, где-то в 2000-х годах, местные геологи кудрявцев Изобелев опять нашли кости в этом месте. Там очень интересное местонахождение, кости высокорадиоактивные, их находят с помощью радиометра, можно просто под землей ходить с этим радиометром и определять скопление костей. Там встречаются в большом количестве кости тоже стегозавров, но, к сожалению, они в разорванном виде, там нет целых скелетов. Костей достаточно много, самая полная находка мозговая коробка оттуда, и найден был один зуб хищного динозавра, то есть какая-то фауна уже есть. Следующее местонахождение тоже июрских динозавров, это кулинда в Читинской области, недавно совершенно открытое местохождение, оно уникальное, там встречаются отпечатки скелетов, костей вместе с отпечатками мягких тканей, кожного покрова, и выяснилось, что там отсюда известен только один вид динозавров, но от него происходят массовые остатки. Его назвали кулиндодромеус, он был растительным динозавром из группы Анитисхи, и выяснили, что у него были тела покрыты перьями почти целиком, которые имели простое строение, нитевидные перья, но и на хвосте и на ногах еще были чешуи, то есть у него и перья чешуи были. Это была уникальная находка, которая была опубликована в Science, в таком высокорейтингом журнале, то есть российские динозавры внесли вклад в изучение эволюции перьевых покровов, это вот наши первые и пока единственные пернатые динозавры из России. Следующие находки относятся к меловому периоду, к последнему периоду, когда жили динозавры. Ну и тут надо сказать про европейскую равнину, я сказал, что она большая часть была занята морем, но иногда в прибрежные отложения попадали, сносили суши кости динозавров, такие находки очень редкие. Вот одна из уникальных находок это на берегу Волги, недалеко от Ульяновска нашли, палеонтолог из Ульяновска Владимир Михайлович Ефимов нашел хвостовые позвонки гигантского завропода, несколько, которые относятся к одному экземпляру, и вот недавно удалось его изучить, и это, видимо, будет третий завропод, описанный из России в этом году. Тоже есть находки зуба орнитопода, травоядного динозавра в более поздних отложениях, уже начало позднего мела в Белгородской области, в Столинском карьере, и находка мозговой коробки онкалозавра тоже из Волгоградской области. Это вот единичные находки. Но самое известное местохождение меловых динозавров у нас находится в Сибири. Это знаменитое теперь местонахождение Шестакова, где известны несколько целых скелетов рогатых динозавров, пситокозавров, сибирский пситокозавр, это один из немногих динозавров, описанных с нашей территории. Там жили завроподы гигантские, вот скоро выйдет описание как раз нового второго завропода из этого месторождения. И были другие хищные динозавры, очень разнообразная фауна. Эта фауна Шестаковского комплекса, она известна на большой территории Красноярской области, в других местах, и сейчас недавно нашли остатки таких же почти динозавров в Якутии. То есть это вот огромная полоса, где жили эти животные. И самое известное местонахождение динозавров в России относится к самому концу позднего мела, это Мастрих, это когда они, где-то 60 миллионов, когда жили уже последние динозавры, они происходят из Амурской области, там несколько месохождений. Вообще там были найдены первые динозавры в России, еще в 2012 году появилось сообщение о находке, в 2016 году там работала экспедиция Академии наук, и в музее центральном геологоисследовательском в Петербурге выставлен скелет этого динозавра. Но, к сожалению, он был найден на китайском берегу реки Амур, то есть это не наш динозавр, а, получается, первый китайский динозавр. Но потом нашли на нашем берегу местонахождение, там есть местонахождение Кундур, там есть целые скелеты гондрозавров, утконосых динозавров, в частности, Аллера Титан, гигантский, больше 10 метров, очень интересный утконосый динозавр из группы Бомбиозаврин, у которого был огромный пол и гребень на голове. Вот это самая, пожалуй, полная находка динозавра в России. В целом, хотя находок не так много, перспективы есть, и в последние годы очень ускорился процесс изучения новых местонахождений. Ну, проблемы остаются, они связаны в первую очередь с недостатком научных кадров, кто бы занимался изучением. При большом желании Россия может стать в один ряд с такими динозавропродуктивными странами, как Китай и Северная Америка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова